Молодежь Севастополя – взгляд в будущее. Конкурс детских социальных инициатив под таким названием проходит в нашем городе. 29 марта участники представили свои проекты на суд жюри. Победители получат не только грамоты и призы, но и материальную поддержку для реализации своих идей. 5 тысяч рублей – это уже заложено в нашей смете. Мы 7 лучших проектов будем награждать такими мини-грантами. То есть на наш конкурс составляются проекты, которые еще не реализованы. Они готовы к реализации. И есть проекты, которые из года в год уже имеют свое продолжение. Например, в прошлом году 31-я школа представила проект Учкуевскому парку «Жить». И ребята за год, они тоже выиграли мини-грант на реализацию своего проекта. И за год ребята реализовывают проект и увидели, что проект актуален, и они помогают жителям своей северной стороны. И благоустроить этот парк. И в этом году уже они продолжают свой проект. Конкурс «Молодежь Севастополя. Взгляд в будущее» проходит в пятый раз. Организаторы – методисты и педагоги Дворца детского и юношеского творчества. Поддержку в проведении конкурса оказали Департамент образования и Управление по делам молодежи и спорта городского правительства. В этом году за победу борются представители 28 школ. Наш проект называется «Путь к успеху». И его главной задачей, конечно же, является учеников помочь ученикам поверить в свои силы и добиться успеха в будущем. Мы собирали по всей школе, по всем классам информацию о героях этой войны. Некоторых из наших товарищей, родственники, собственно, прадеды и деды, они герои Советского Союза. У одной девочки даже в честь ее деда названа улица Севастополя. И я считаю, что такие вещи мы должны знать, потому что важно гордиться своей историей. Наша тема проекта – экология природы, экология души. Мы выбрали Куликово поле и хотим его облагородить, потому что во время боев это место не имело большое значение. И сейчас оно, к сожалению, загрязнено, и мы хотим, чтобы оно стало чище, сделать скамейки хотя бы какие-нибудь для пожилого населения. Первый этап защиты проектов прошел в Колледже информационных технологий и промышленности. Награждать победителей будут 19 апреля во Дворце детского и юношеского творчества.